Она необычная, необъятная, разная, любая. Современная музыка. Одни превозносят ее, находя в ней что-то новое, уникальное, другие ругают, обвиняя в непонятности и немелодичности. На самом деле, современная музыка давно утратила тенденцию к какофонии и постоянным диссонансам. Но, несомненно, продолжает оставаться умной музыкой. Слушать ее – серьезное дело, своего рода работа. Но аудитория поклонников этого искусства постепенно расширяется. Фестиваль ожидали четыре года. За это время было написано очень много разной музыки, поэтому каждый может найти что-то интересное для себя. В современной музыке очень много разного, порой взаимоисключающего. Но мы хотим представить все, что есть. Ну, не все, разумеется, то, что мы отобрали на эти шесть концертов. Но исходили из того, чтобы была показана именно такая панорама разных авторов, разных направлений, разных тенденций. Фестиваль открывается концертом хоровой музыки. Это лишь часть программы. Впереди произведения для оркестра народных инструментов, для виолончели, симфонического оркестра. Особое место занимают камерные сочинения. К такой музыке обращаются многие композиторы. Часто просто из-за удобства исполнения. Собрать небольшой ансамбль всегда проще, чем целый симфонический оркестр. Среди участников фестиваля есть совсем молодые композиторы. Один из них – студент нашей консерватории Марк Булышников. Ситуация современной музыки достаточно сложная. У нас мало ансамблей, которые играют эту музыку. Мало концертов, в которых эта музыка может звучать. Так сложилось, что в Нижнем Новгороде традиция проведения не только отдельных концертов, но и целых фестивалей стала очень хорошим продолжением. И вообще многие композиторы, музыканты не только Нижнего, но и наши стороны ждали этого фестиваля. Фестиваль картинки с выставки, в отличие от известного Сахаровского фестиваля, более доступен для зрителя. В первую очередь за счет невысоких цен на билеты. Кроме того, здесь собирается немало студентов консерватории. Для них такие концерты – хорошее подспорье в обучении. Интересно узнать, какую музыку сейчас пишут современные наши маститы и композиторы. И, может быть, попробовать когда-нибудь исполнить или попытаться достигнуть таких же вершин. Что-то понять для себя, что-то, может быть, отложиться в голове, что-то, может быть, тоже использовать каких-нибудь своих сочинений, какие-нибудь наработки. Организаторы шутят. Современная музыка зачастую исполняется два раза – первый и последний. Чтобы опровергнуть эту шутку, и появляются такие фестивали. Ольга Рябинина, Михаил Городников. Объективно. ННТВ.